Разыгрываем! В этом году в некоторых детсадах в Днестрове будут мини-уроки футбола для малышей. Это 10-й столичный садик, где каждую неделю проводят тренировки на протяжении 6 лет. Самое главное правило. Мы сейчас поделимся на две команды. И каждой команде я дам усиление. Одна команда будет играть за шапокляк, другая будет команда чебурашки. Инициатива Федерации футбола сейчас масштабируется. Это значит, что футбол для малышей в ближайшем будущем появится еще в одном детском саду Террасполя. А затем еще в восьми по всему Приднестровью. Когда вы услышите свисток, это значит, что мяч ушел с поля, и я как судья говорю, стоп-игра. Понятно? Да! Этим малышам всего по 4 года. Суть игры пока непонятна. Но тут главное поймать азарт и освоить правила. Кажется, с этим все в порядке. Мяч выходит за ворот, и это значит стоп-игра. А руками нельзя трогать мяч. Правила игры. Нельзя брать в руки мяч. Ну еще. Ворот. Нужно забивать. Тогда с поля выходит мяч. Стоп-игра. И... Слышно. Не знаю. Чтобы детям было интереснее, на помощь приходят старуха Шипокляк и Чебурашка. Фильм смотрели все, а значит, игра будет еще веселее. Смотри на меня. Я сейчас тебя буду пытаться обойти. А ты на меня нападаешь. Забирай, у меня ляжет. Попробуй. Попробуй. Ну это вы сейчас просто увидели первую футбольную тренировку. Если провести сравнение с ребятами, которые только приходят первый раз на площадку, знакомятся с мячом и с азами футбола, и потом увидеть в конце года, когда ребята уже полупрофи, и когда они приходят в школу, конечно, для них уже футбол – это не пустой звук. Футбол – самый популярный вид спорта во всем мире. Тем более он близок каждому приднестровцу. И заслуга в этом – команда «Шериф». Игра малышей на свежем воздухе укрепит здоровье. К тому же научит взаимодействовать в команде. Именно этого современным детям не хватает, считают воспитатели. Современному ребенку нужен. Ну не только футбол, а вообще нужна какая-то физическая активность. И мы стали искать варианты. И вот именно футбол считаем, ну, такой возможностью уйти для борьбы с гиперактивностью, с гаджетозависимостью, с дискоординацией, которой сейчас страдают дети. И вот футбол стал таким способом. Тренер в детском саду пока только завоевывает авторитет. Совсем скоро детвора поймет, что он и друг, и наставник, который вдохновит и направит. Поможет стать сильнее и настроиться на победу.